Здравствуйте, уважаемые, дорогие, любимые зрители, подписчики и гости канала! Всем бонжур! Не так давно я снимала распаковку колоды Таро Истока, которую я приобрела в очередной приступ моей Тараманской шапоголии. Ну так вот, в этот же приступ вместе с колодой Таро Истока я приобрела вот эту колоду Таро Мистической Спирали. Еще пока ее не распаковывала, она ждала своего часа и, видимо, этот час настал. Давайте, наконец-то, покажу вам эту колоду. Издательство Авалон Лос-Карабео, сделано в России, написано по лицензии Лос-Карабео. Я так понимаю, что это русскоязычная версия колоды, полностью русскоязычная. 78 эзотерических карт Таро, спираль – вечный символ познания и мудрости. Спираль раскручивается в форме галактик и ДНК, в священной геометрии древних эзотериков, в формулах алхимиков, в математических константах, в науке и искусстве. Да, видимо, тут явно, да, Фибоначчи попахивает явно. Джованни Пелосини, художник Джузеппе Полумбо. Да, Лос-Карабео, Торино, Авалон Лос-Карабео, Москва, сделано в России. Вот все прочитала, что было на коробке. Да, очень мне, честно говоря, вот и сама рисовка, да, и сама рисовка, и сама печать вот сразу очень напоминает Таро, да, этих фей, да, сверкающих фей. Собственно, поэтому я и купилась на эту колоду, да, поэтому я решила с нее, да, продолжить, вернее, да, решила продолжить изучение разных колод Таро, решила вот ее тоже себе приобрести. Ну что, освобождаем ее, вот. Ага, ну, да, при доставке всегда немножко мнется, я уже как-то говорила об этом, понятно. Вот только распаковала, это не мои пальцы, это не мои пальцы, явно, да, чьи-то пальцы уже здесь, нет, это не мои. Бывает, да, бывает. Ладно, будем потом стирать эти пальчики, кто-то оставил, да, чьи-то оставленные кем-то. Здесь, так, надо вскрыть еще осторожненько. Так, ну что, что-то я не так сказала, что ты не хочешь скрываться, да? Что-то я не то сказала, обидела я кого-то, нет? Ага, тут еще, да, внутри запечатанная колода. Видимо, колоду издательство получает, да, из, оттуда, из Италии, да, в запечатанном виде. Потом, я так понимаю, да, допечатает, допечатывает вот эту вот книжечку, да, МБК она называется. Поэтому вот так оно и получается, да, коробка, видимо, у нас печатается с книжечкой, а вот эта, похоже, уже запечатанная сама колода оттуда, наверное, приходит. Старшие арканы, младшие арканы, энергии спирали между историей и мифами, интересно. Так, чаши традиционно начинаются, пентакли, следующее. Жезлы творчества здесь, мечи, разум, ну, все стандартно, в общем-то, да. Давайте вскроем сами карты. Так, все, освободились. Я молчу, потому что некоторым нравится, как звучат вот эти вот звуки, да, вскрывания. Ну-ка. Не, колода пахнет не супер, да, пахнет не супер, нюхать не советую, да. Люблю нюхать новые свежеотпечатанные колоды, но это немножко не тот вариант. Второй мистической спирали. Такой вот вкладыш идет. Классно, суперская, просто суперская, яркая рубашка такая, вот, да, черно-зелено-сине-голубая, да. Так. Дурак нулевой старший. Маг. Верховная жрица. Императрица. Император. Иерофант. В общем, довольно, да, довольно, как это сказать, довольно стандартное изображение, да, можно сразу понять по изображению, кто это, что за карта. Любовники. Шестой, старший. Честно говоря, вот это изображение мне немножко напоминает фильм, вернее, даже не фильмы, а мультфильмы 80-х-90-х годов, конца, да, рубежа 80-х-90-х, вот типа Эон Флакс. Вот реально Эон Флакс с ее этим Тревором. Ну, он там блондин был, но неважно, да, вот как-то очень похоже по позам, по выразительности. Да, интересно. И тут яблоко, да, интересный символ. Любовники. И если в традиции аниме тоже погружаться, да, немножко напоминает, опять же, Утена, да, вот эти вот ранние, ну, довольно ранние аниме. Для нас это еще раннее аниме, да, в нашей жизни, по крайней мере. Колесница. Ну, такая вполне, да, рисовочка, что-то среднее, да, между Эон Флакс и Утеной на всех картах. Правосудие. Восьмой старший аркан правосудия. Отшельник девятый старший. И козел там, коза на заднем фоне, да, мужского пола, коза мужского пола. Да, самец козы. Колесо. Да, между ангелом и бесом колесо у нас. Так, сила старшая аркан. Ну, хорошая парочка, по-моему. По-моему, им хорошо, да, друг с другом здесь. Повешенный. Камень, интересно, да, что камень здесь. У основания дерева смерть. Умеренность. Спираль вот эта, да, спираль жизни и смерти. Дьявол. Без комментариев, что называется, да, дьявол, без комментариев. Башня. Маяк, да, обратите внимание, маяк. Разрушающийся. Звезда. Как будто иллюстрации из какого-то мультика, да, как будто скриншоты из мультика. Луна. Традиционный рак, да, ракообразная некая традиционная. Лунный некий атрибут. Солнце. И ехидное немножко солнце, по-моему. Судда. Двадцать второй старший. Радуга. Шесть цветов, да. Мир, собственно, вот который, да, картина, которая изображена на коробке. Интересное решение, да, вот все четыре, четыре символа, да, евангелических, да, тетраморф, вот этот. Тут чаш. Твойка чаш. Красота посреди бегущих, да. Вот самое интересное начинается, где, да, на младших арканах. Тройка чаш. Крик и Уотсон, прикиньте, да, Крик и Уотсон. Это, собственно, ученые, насколько я помню, которые открыли ДНК, или там начали это расшифровывать. По-моему, все-таки открыли. Кто такой Франклин, я не помню. Да, кто такая Франклин, надо погуглить. Но Крика и Уотсона я помню хорошо. Так, дальше. Четверка чаш. Лично помню, да, как сейчас помню обоих. Четверка чаш. Пятерка чаш. Красота, красота. Последовательность Фибоначчи. А, это, извините, Леонардо, да. Вот эта вот лестница Леонардо, тоже можно сюда, наверное, этот символ подключить. Двойная лестница в французском замке. Забыла, как называется. У меня плохо с именами и названиями, так что. Ну, да, Гурджиев, шестерка чаш. Тоже забыла, как называются, да, вот эти вот турецкие крутящиеся мужчины, да, религиозные деятели. Ну, тут Гурджиев, персональный изображен и подписан даже. Семерка чаш. Чаш. Киршер, видимо, Кирхер. Кирхер, не знаю кто, тоже надо вовлить. Восьмерка чаш. Девятка чаш. Девятка чаш. Паш чаш. Фидий, видимо, какой-то, да. Фидий, что ли, какой-то. Рыцарь чаш. Тамплиер, да, крестоносец, собственно. Лошадь такая, а мне-то оставь, да, сам-то не пей, все. Королева чаш. Леонардо король чаш, да, интересно. Туз Пентакли, какой интересный, да. Орел Туз Пентакли. Ин примис, не помню. Не знаю, не помню, не знаю, что это значит, да. Надо освежать в памяти историю, да. Двойка Пентакли. Тройка Пентакли. Четверка Пентакли. Пятерка Пентакли, да. Лента Мебиуса, да, с муравьями. Все мы в клетке, да, все мы бегаем по замкнутому кругу, понятно, да. Еще и такую можно ассоциацию. Сюда, да. Чету-чету бытия нашего муравейнического. Сюда тоже можно такую трактовку подключить, да, интересно. Шестерка Пентакли. Гихтель. Гихтель. Не знаю, кто такой Гихтель. По-моему, так оно читается, если это немецкий товарищ. Так, Шестерка Пентакли была. Семерка Пентакли. Ага, сам скосил, да. Сам уложил в круги. Потом стоит, думает, да, что с этим делать. Молодец. Восьмерка Пентакли. Девятка Пентакли. Десятка Пентакли, да. Традиционный рог изобилия мы здесь видим. И баран, видимо, как символ. Овна, да. Овен у нас. Баран. Паш Пентакли. Пифагор, да. Пифагоровые штаны во все стороны равны. Ничего более умного. С меня сегодня не дождаться. Рыцарь Пентакли. А, мы уже видели этого крестоносца, да, который в храме там с лошадью, да, и лошадь у него просила, да, мне-то оставь, да, мне-то дай. Королева Пентакли. Король Пентакли. Король Пентакли. Кстати, по-моему, это уже некая традиция, да, в качестве королевы Пентакли изображать вот некую темнокожую женщину. Король Пентакли. Туз Жезлов. Твойка Жезлов. Дерево и ящерица. Как Жезловый символ. Тройка Жезлов. Лягушечка со стрекозкой, да. Язык дотянется у него до стрекозки, нет, неизвестно. Сейчас, видимо, скоро, да, видимо, дотянется, поскольку тройка Жезлов, да, только начало действия. Четверка Жезлов, классная карта, наверное, это будет моей любимой картой в этой колоде. Пятерка Жезлов, ну, это тоже ничего, да, тоже прикольно, нравится, мне нравится. Шестерка Жезлов. Семерка Жезлов. Ну, похоже, конечно, на Аргонавтов, да, но Спрут здесь... Не помню, у Аргонавтов, Спрут был или не был. Восьмерка Жезлов. Во имя Розы. Так, девятка Жезлов. То ли шишки собирают, то ли трюфели, да, что-то такое. Десятка Жезлов. Паш Жезлов, ну, польстили, точнее, наоборот, не польстили они Меркурию, да, мне кажется, ну, они, конечно, да, меркурианские мужчины, они примерно так и выглядят, да, но все-таки Бог, могли бы Бога-то как-то поинтереснее уж изобразить, да, я прям даже не знаю. А вот лицо у него здесь немножко Воланда напоминает мне лично. Но, тем не менее, здесь это Паш Жезлов, да, петух, а сзади пасущийся, да, как это, крупный рогатый скот, да, буйволы какие-то. Рыцарь Жезлов, еще один крестоносец тот же самый, да, видимо. Королева Жезлов. Ну, у королевы Жезлов, да, стандартная кошечка трансформировалась здесь в двух львов, видимо. Интересно, что, да, у нее вот эта вот спираль в качестве ракушки на шее, и девушка здесь явно беременная немножко, да, уже множко, уже множко беременная. Интересное значение, мне нравится. Ну, да, без Фибоначчи мы здесь не обойдемся. Вот король Жезлов, Фибоначчи, собственной персоной, да. Я же сказала, что без Фибоначчи не обойдется тут никак. Так, туз мечей. Все буду гуглить, да, все будут эти самые выражения гуглить, что это значит. Двойка мечей. Тройка мечей. Химера какая-то, только дюжа здоровая химера у нас здесь. Четверка мечей. Пятерка мечей. Ну, стандартная, да, тоже стандартная трактовка. То есть, только тут, извините, как бы самих себя не это самое, да, не поранить, воюя с этой гидрой, как бы друг друга бы не это, не переколоть этими мечами. Шестерка мечей. Семерка мечей. Лабиринт Минотавра. Восьмерка мечей. Это, по-моему, отсылка к святому Себастьяну, если я ничего не путаю. Да, восьмерка мечей. Девятка мечей. Единорожка, бедненький. Бедненький единорожка, девятка мечей. Десятка мечей. Вавилон древний, да, идол вавилонский. Паш мечей. Архимед. Ну, интересно, да, интересно. Опять этот рыцарь, рыцарь мечей, соответственно, да, и собор парижской богоматери. Да, в некотором смысле пророческая карта, можно сказать, да. Да, и назад, да, пророчество, которое работает и назад, и вперед, да. Королева мечей. Красота. А тигр у нее уже уставший такой, да, уставшая киса, устал от этой многорукой королевы мечей, да. Многорукость мне этот вариант тоже нравится. А, у нее голова еще тут. Да, это же Далила, да, Далила у нее тут голова отрубленная. Круто, круто. И король мечей, да. Интересно, интересно. Сейчас надо посмотреть, какого года издание. И последняя такая вот завершающая карта. Какого года я посмотрела, я не посмотрела. На коробке года не стоит. Наверное, на книжечке у нас год издание должен быть. 19-й год. Ну, значит, это уже, да, это уже постфактум. Это уже, это не пророчество было, да, с собором Парижской богоматери. А это, видимо, уже постфактум, да, некая дань такая вот. Ну, вот такая интересная колода. Посмотрим, как она себя, да, ну, не то, что дань, а именно, вот, вознаменование, да, чтобы помнили, что называется. Такая вот интересная колода. Посмотрим, как она будет себя вести в реальности. Да, сейчас ночь. Сейчас я ее попробую в ночи, да, попробую ее разговорить, можно сказать. Вот, всем вам спасибо за просмотр, спасибо колоде за то, что она нам себя показала. Было интересно. Всем счастливо, всем пока.